Африка и Кения Я вам нашла кое-что низкое Вы им прежде скажите, экстремальный фотограф Это кто, собственно? Погорячился кто-то экстремальным фотографом Я, на самом деле В первую очередь Ведущий на телеканале «Моя планета» И когда Меня позвали туда работать, то предложили Придумать некий формат программы А у меня было готовое хобби Я за ним увлекался фотографией, непрофессионально Вот с тех пор это все и пошло Я придумал такую программу про приключения фотографа Который ездит по миру и снимает какие-то истории Отлично Значит, а если вы были в Африке Я обращаюсь сейчас к слушателям И в частности в Кении Вы можете прислать свои воспоминания Нам на смс-портал 7903-797-6333 Вы можете нам позвонить в эфир 730-101-код-москвы-495 И самое главное, вы нас можете не только слушать Но и смотреть на сайте Silver.ru Ну, собственно, вот в Кении И вот у меня Вы знаете, у меня Кении, как ни странно, ассоциируется с президентом США Вот все мои познания Я не случайно просто совпала, да? Да, да Не случайно, да Я был, кстати, недалеко от той деревни Откуда родом его Предки? Дедушка, по-моему, точно не помню А еще Но у него же папка оттуда Да, да, да Еще очень смешно Я видел в одном из национальных заповедников Носорога ручного Он там с кем-то в молодости подрался И ослеп Поэтому он с большим трудом добывал себе еду И местные ядеря Масай, кстати Помогали ему И как бы Он перестал бросаться на людей Вот, его зовут Барак Ну, да Вариант Почему нет? Национальное кенийское имя Да Причем я спросил Есть какая-то связь Он говорит, да нет Ну, просто Барак, Барак Ну, у нас тоже разные имена бывают Клички, да Точнее, у кошечек, собачек А у них носороги Африка же С чего, собственно, начать Вот, если мы говорим О путешествии по Кении Ну Есть, вот для меня, по крайней мере Есть две самые интересные темы Там, собственно По которым я и снимал программы Это, во-первых, Масай А во-вторых Животные Потому что в Кении Это Удивительное место Где можно в течение одного дня Увидеть так называемую Большую Африканскую Пятерку Это набор животных Название набора Придумали охотники Там В первой половине прошлого века Это означает, что эти животные Опасны для жизни самих охотников И в Пятерку входит Лев, Леопард Слон Носорог И Буйвол А Буйвол-то почему? А Буйвол, между прочим Буйвол самый опасный Из них По статистике До 200 человек в год гибнет Ничего себе Да, это самая смертельно опасная А в чем вот опасность? Он заводится с полоборота Да Ну, то есть, когда мы говорим Лев, там, тигр Все понятно, да? Хищник и хищник А вот это вот Большое создание Он злобный Он злобная тварь такая Знаете, он Очень неравновешенный Кроме того Знаете, когда приезжаете в Африку Если снимать животных Ну, не обязательно снимать Просто на сафари посмотреть Вас предупреждаю Что Там 98% обитателей Вот этой земли Хотят вашей смерти И все они бегают Быстрее вас Вот Средняя скорость Любого из этих животных Порядка 50 км в час И Собственно, буйвол Почему он так опасен? Он мгновенно заводится Он бежит к вам У него такие рога Которыми он в течение Несколько секунд Делает вас там 8-12 дырок Ой-ой-ой Да Но есть способ спастись Есть способ спастись от него Не бегом Нет, не бегом Наоборот, вы должны упасть И так звездой распластаться на земле Прилипнуть Дело в том, что у буйвола Рога устроены таким образом Что когда вы стоите Проткнуть он вас может А когда вы лежите Он будет пытаться вас поднять Зацепить не может Не может Он будет вас лизать У него такой большой язык Очень шершавый И он будет у вас лизать Возможно до крови Вот Но если вы удержитесь И он не сможет Своим языком вас перевернуть То вы выживете В общем Он не будет вас добивать Марк, вы так сочно рассказываете Неужели с вами Эта процедура была проделана? Меня не лизал Не лизал Бумыл, если вы об этом Нет Бог милу То есть он не пытался Не пытался даже Хотя у меня была задача Подобраться к нему Максимально близко Чтобы сфотографировать Удалось? Да Ну то есть Так вот если Не трогаешь То в общем-то Они так спокойно Травку щеблют Вот в том-то С буйволами Не совсем так Никогда не знаешь То есть теоретически Там есть заповедник Масаи Марк Где больше всего Животных сосредоточено Классное место Вот там нельзя Пешком передвигаться Вообще В принципе Только на машине Ну и я как-то вылезал Так аккуратно Ну а что касается хищников Ну здесь все Наверное банально Или нет? Хищники Да, с хищниками банально Что ты имеешь в виду банально? Как будто бы в Москве Каждое утро Ты банально видишь Цапнет сразу Из машины Не цапнет То есть они могут Залезать вам В машину леопарда Играться там Или я подъезжал к льву Что значит играться? Ну они играются между собой Как котята Они же кошки По большому счету К льву я подъезжал На расстоянии вытянутой руки Вот он лежал Из машины Пока сидишь в машине Он не воспринимает тебя Как нечто угрожающее Его свободе И жизни И здоровью Вот Но если ты выходишь из машины Конечно он тебя съедает Ну хорошо Опасность его не воспринимает Это как кусочек мяса Нет? Машину? Нет Нет Человека двигающегося Если вы выходите Из машины Вы еда Конечно Сигнал Фас Конечно Но вы как-то вот Про крокодилов Ничего не говорите Их там нет? Есть крокодилов на вал Но они даже пятерка Не входят Хорошо Ну это надо Надо залезть в реку И дождаться крокодила Чтобы он Стал вам угрожать Да Ну естественно Там бегемоты есть Тоже очень забавные Бегемоты очень опасные На самом деле нет На самом деле не очень То есть стереотип Стереотип Да Они могут быть опасными Только в одном случае В двух случаях Если вы залезаете Опять-таки Дожидаться в реку К ним домой Они живут Прикармливаете Да Дело в том Что у бегемотов Очень нежная кожа И на солнце Она трескается Причиняет им Довольно сильную боль Поэтому они целыми днями Пока солнце Сидят в воде А ночью выходят Поесть Вот И утром Они возвращаются домой К себе в реку И вот если в этот момент Вы на их тропинке Окажетесь То конечно он вас Раздавит Просто и не заметит Да Он очень злится Если кто-то Преграждает ему путь А проблема заключается в том Что у бегемотов Такое строение лап Что у них коленные суставы Очень высоко Практически нет коленей То есть там Масаи сами считают Что у них нет коленей На самом деле есть Но То есть бегемот Не может встать с колен Как некрасиво Его даже поставить На колени нельзя Понимаете Вот Но нет Сначала с этого Его нельзя поставить На колени За счет того Что у него такие Ну лапки Он ходит Как манекенщица Вот так вот Переставляя Одну за другой Вот эта туша И поэтому тропинки Которые Которые его Они незаметны Обычным глазом То есть Ну вот попасть на его дорогу В принципе Легче легкого Тропа бегемота Тропа бегемота Ну это экзотика Да все таки Кения это экзотика Ну для меня Это был вообще Другой мир просто А вот Расскажите Ощущение Человек Который Первый раз Попадает Первое что Ну помимо того Что вы в Найроби Выходите из аэропорта И видите Прямо там Жирафов Которые гуляют Недалеко Ну я надеюсь Не на взлетной полосе Недалеко от взлетной полосы А не Неподалеку Ну конечно Не на ней самой Ну ледушка Да А поражает Совершенно То есть они И самолетов вообще не боятся Вообще жираф пугливый Достаточно животное Я вот мне ни разу Не удавалось Подойти Прямо чтобы Погладить И так далее Вот Буйство красок Там совершенно Другие краски Поскольку я тоже Привык оценивать Через видоискатель Фотокамеры Это первое Что бросилось Мне в глаза Совершенно Фантастические краски Вот Это первое Что приходит в голову И из этого Вырастает ощущение Что ты попал В какой-то другой мир По долгу службы Мне много пришлось Где побывать В Южной Америке В Юго-Восточную Азию Все ездил И так далее И в России Ну на Аэробе Это цивилизация На Аэробе Ну да Это город Да-да-да Это город Это цивилизация Но стоит Сделать шаг Из города Как начинается Сафари Ну да По большому счету Да Там есть некоторое количество Национальных парков Где Чаще всего Масаи Охраняют Животных И да Там они живут А обезьян Там есть? Обезьян Да Шимпанзе Это так Мелочь Мне кажется На фоне И носорога Они же симпатичные Шимпанзе Да Шимпанзе Очень симпатичные Это маленькие Нет Ну шимпанзе Это такие На людей На бельмондо Похоже Мы никого Не хотели обидеть Не-не-не-не На случай Тепло отношения к мельмондо Схожесть существует А люди Вот я хочу понять А люди какие Вот для нас В общем-то Живущих в России Да Все это называется Африканцами Но ведь африканцы Они же Не одна нация Не один народ Не одно племя Да в одной Кении Там тьма 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 вообще разных племен Просто Масаи Оно Такое Одно из самых Я бы сказала Раскрученных Очевидно Наверное Раскрученных Для другого мира Как Бушмэ Наверное Или Пигмей И так далее Они особо Для этого ничего Не делали Они всегда Были таким Когда-то Они жили В Верховьях Нила В Судане А потом Докочевали Вот до этой территории И там поселились Где-то было В 1500 году По-моему Ну примерно Вот Они очень воинственные Всегда были И до сих пор Собственно говоря Бывают конфликты Потому что Известно Что для Масаи Он Если будет с вами спорить То он готов идти В этом споре до конца До вашего Или до своего Ему не важно Но вот он Отстоит свою точку зрения В любом случае Буйные такие Не то чтобы буйные Его надо разозлить Его надо Спровоцировать Но если вот он завелся То его уже не остановишь Как африканского слона Марк А вообще многочисленная группа? Масаи примерно Около миллиона Всего И где-то 400 тысяч Из них живет В Кении Остальные в Танзании Но точно Переписи невозможно К сожалению Или не к сожалению Не знаю Учинить Потому что Во-первых У них нет паспортов Вообще Они могут переходить Из Кении В Танзанию Я одну страну тоже знаю Где практически нет Паспортов Да даже не одну На самом деле Но там правда Есть водительское удостоверение Как знак идентификации А здесь вообще отсутствует Да Здесь вообще отсутствует А имена-то есть? Фамилия есть? Имена у них есть Свои Те из Масаев Которые как-то там Волею судят Попадают в школу Учат английский язык Они берут себе Европейские имена Английские Чаще всего Вот Я не закончил Про перепись Ее невозможно Привести Потому что у них Нет паспортов И есть какая-то Старая информация Что их около миллиона Но известно Что некоторое время назад Несколько десятилетий Довольно много Там На десятки тысяч Выкосило их Сонная болезнь Которая Передается Через укусу Мухи ЦЦ Той самой Вот Их довольно много Полегло Вот Поэтому сейчас Эпидемическая ситуация Оставляет желать лучшего? Или Знаете Я вот Прививки Например Я не делал Когда ездил Я понимаю Экстремальный фотограф Да Вот Если только в этом Заключается Вся моя экстремальность И сейчас Я через три недели Туда возвращаюсь На самом деле В Кению Снова поеду Медом намазано Да Для фотографа Да Это же болезнь Вы знаете Африка Как один раз Подсел И дальше Начинаешь ездить Да Наркотик Такой У меня друг Вот Сколько Пятнадцать лет Не может слезть Я его Прекрасно Понимаю Я туда Я туда съездил Значит Снял кино Три серии Вернулся И сразу же Начал думать Как бы мне Собрать компанию Людей Фотографов И отвезти их Фототур Туда Собрал Сейчас поедем Сейчас поедем Вернемся к Масаю Все-таки Для Кении Характерное деление Это же племя Да Или это нация Нет Это племя Это племя Да А вот это Кстати Очень интересный момент Где начинается нация Где заканчивается племя Кенийцы Это нация Тогда Определение Наверное Да Масая Это племя Вопрос Принадлежности Государства Наверное Гражданская нация Получается Ну да Нация начинается Тогда Когда выдают паспорта Когда у тебя паспорта нет То в некотором Родит и масайское племя Интересно Дети У масаев Остаются в племени Или раз уж Учат английский Пытаются уехать Это один из самых Больных вопросов Который только Только есть вообще У кенийских масаев Потому что Не в традиции Масаев Ходить в школу И Школа для них Это единственный способ Как-то вырваться в люди Но с другой стороны Большая часть Масаев Очень любит Хранит И уважает Свои традиции И соответственно Детей своих в школу Не отдает Я был в одной школе Школа исключения Нежели правила Да К сожалению К сожалению Большому И если Скот Коровы Есть у Каких-то Других племен То Их надо Забрать То они На прокат Да Не то что на прокат Их украли Когда-то украли Их надо вернуть Вот собственно В этом была Причина многих конфликтов Масаев С соседними племенами Но если бы я был Их соседом Я бы тоже Возмущался Это называется Коровный бойный Масаев У меня есть стадо А если оно у тебя есть Значит оно должно быть мое Они в это верят Ну как бы И на это у них Не меньше оснований Чем у любого другого верующего Во что угодно Вот Я напомню У нас в студии Марка Потробинник Телеведущий Да Экстремальный Экстремальный телеведущий Марк Я вам предлагаю Задать вопрос Да Связанный с Масаевами Связанный с Масаевами У Юрия есть Книги замечательные Вот одну из них Прямо сейчас разыгран Книга не связана с Масаевами Нет Не связана Она с вдохновением связана Косвенно я бы сказала Связана Ну знаю Вопрос там тоже было вдохновение Да Да А куда вообще без него Слушайте Задавать Да Задавайте Значит вопрос такой В каком Фильме И кого Сыграл Представитель племени Масаев Плюс 7903 797 6333 Тот Кто из вас первым Правильно ответит На поставленный вопрос Но вопрос хороший В каком фильме И кого Да И тем самым Прославил свое племя В планетарном масштабе Будем считать Но не забудьте С ответом Прислать своими И контактный телефон Тогда книга Как найти вдохновение Полюбить свою работу И начать зарабатывать Кстати для Масаев Актуальнее Конечно Для всех Да Достанется именно вам Но мы прервемся Буквально на 2-3 минуты А затем Нашу встречу С Марком Подробинником Продолжим Вы слушаете Большой ежедневник Юрия Пранько 8-35 Марк Подробинник Телеведущий Фотограф Ладно я уберу Это слово Экстремально И все таки Да Назилось вообще Это слово Но вам должно быть интересно Иногда бывает на самом деле Вот если Если сейчас А иногда это когда Применительно допустим Кении Ну в Кении Когда приходилось Подкрадываться Как можно ближе К этому Буйволу Было достаточно Экстремально неприятно Но как мы уже выяснили Буйвол не лизал Марка Не лизал Пытаясь его перевернуть И поднять на рога Да Плюс 7903 797 63 33 Наш смс портал Господа отвечайте На вопрос Марка Еще раз напомните Кто И кого А нет Нет В каком фильме И кого сыграл Представитель племени Мосса Давайте сразу скажем Что это не герой Из фильма 1 плюс 1 Французского Нет Фильм кстати классный Фильм хороший Но это не племя Мосса Он выходится из-за Алжира Ну учитывая Да Учитывая Франция Это скорее всего Алжи Но у нас тут есть воспоминания Слушателей Которые побывали Уже в Африке Например Ксения пишет Была в Намибии Перевернула представление Об Африке Невероятная природа Животные В частности Жирафы Они там повсюду Ну собственно Вот подтверждение Тех слов О которых вы говорили Что выходишь Из аэропорта Да и вот В общем-то Эти жирафики Уже бегают Но я хочу вернуться Все-таки к Моссам И поговорить о них Так более предметно У них есть письменность У них есть культура У них вот что есть Ну кроме любви к природе Нет у них традиции Это самое главное для них Из-за этих традиций Они готовы Вот как я уже говорил На все Они готовы Ломать Жизни своим детям Они Там существует Процедура обрезания Как мужского Так и женского И это чудовищная Совершенная история Да Потому что это происходит Без анестезии Еще и без анестезии Вообще Да А когда А это показывают В смысле Это можно посмотреть Ну Сможно договориться Насколько публично Это происходит Только с точки зрения вопроса Нет-нет-нет Все что происходит В басиловском клубе Остается в басиловском клубе Но договориться можно Это религиозная традиция С чем это связано Вот Ну то есть допустим Мы знаем нацию Да Где эта традиция Именно носит религиозный характер И не одну кстати религию знают Да Я думаю что там Корни тоже Конечно же Да Это некая Некая Дань Дань уважения Может быть каким-то богам Да Или Что-то они отдают Но когда допустим Обрезание происходит У мальчиков Это Часть обряда инициации Когда мальчик становится воином Эльмарани Это называется И Это происходит Как я уже сказал Без анестезии И на его лице Во время операции Не должен трогнуть Ни единый мускул Вообще Не то что там Закричать от боли Он должен просто Спокойно сидеть Лежать И смотреть Как ему Этим Каменным топором Как будто ничего не происходит Да Потому что если он Шелохнется Шелохнется То он как бы не мужик Ну как бы Уважения к нему Уже Не будет Вот такие традиции Да Потом через некоторое время В такие моменты понимаешь Какое счастье На тебя свалилось Что ты родился В России Видим Видео Не все так уж и плохо В нашей жизни Да Так еще А традиция Масаи Там все делится По возрастным группам Ну то есть Вот первая ступень Да Мальчик Сначала он начинает Пасти коров Пастухом Начинает Когда пошел Двумя ногами Ну лет 5-6 Начинает Вот здесь как раз Очень Скользкий момент Потому что Либо в школу идти Либо паси коров Потому что Родитель Как бы тоже Когда-то пас коров Вырос А теперь свалил Все это на своих детей Для этого он их рожает Для этого у него там Много жен Большие сили Конечно Так Интересный момент То есть у них Многоженство Ты заинтересовался полигами Да-да-да У них полигами Вот это ваше дамское Научное слово Многоженство это называется Вот так А вам как кажется Так и так можно В общем Ну марш скорее На моей стороне конечно Сколько сможете прокормить Столько и берите То есть вот этот принцип Да И семьи большие Да Как правило большие Да Итак Мальчик Перед выбором Школа или Кажется что мальчик Перед выбором Потому что на самом деле Из-за него выбирает Естественно его отец Если у него хватает Мозга отдать мальчику школу Он это и делает Как правило не хватает Поэтому мальчик Становится пастухом Вырастает Ему делают обрезание Какая ужасная судьба Я сейчас вот так думаю Вот А потом Он проходит Главный обряд Инициации Становится воином Это уже после обрезания Он должен Несколько месяцев Прожить в саванне Автономно Поясняйте о чем Сам по себе Он должен уйти Сначала значит Я при этом присутствовал Я собственно про это и снимал Про эту традицию Мы договорились с Масаем Я нашел Мальчика подходящего возраста Ну юношу 16-17 лет Мы пошли ночью в саванну Ну дикая природа Вот За кустами Гиену Хихикает Очень смешно Очень забавно Гиены клевые Кстати Чтобы русским нам было понятно Африканская тайга Ну да И там буш Это такой маленький лес Низкий За кустами Хихикает Гиена Они Значит Масаем привел С собой Можно даже сказать Ржет над этим Юношей Они Вот такие звуки Они примерно издают Когда ищут еду Когда находят Немножко подхихикивают Что-то человеческое Да в этом есть Конечно А между прочим Знаете что гиена Одни из самых заботливых Мам в мире И очень социализированное Сообщество Да Они прекрасные Я очень люблю Меня кстати Многие критикуют За любовь к гиену Но я их обожаю Можно я подхихикну Пока вы здесь Одни Мы нашли Юношу Так Значит там подхихикивают За кустом гиена Да Это Трой Масаев Я со съемочной группы И все это снимаем У них с собой баран Которого они должны Принести в жертву Значит происходит Это следующим образом А барана еще надо Поймать Нет Они с собой привели Они же пастухи все У них баранов этих Как дяди На барановой фабрике И значит они Я видел очень много Разных жертвоприношений Потому что снимал Много программ Про разного рода шаманов Но здесь Жертвоприношение Такое относительно гуманное Они сначала Немножко придушивают Этого барана До потери сознания Он как бы засыпает А потом Когда он уже Ничего не чувствует Они своим Масайским мечом Широким Таким Меня хотел принести Забыл Неважно Я даю принести Но это будет повод Еще раз встретиться Да Хорошо Они ему разрезают горло Вдоль Получается такой карман Который наполняется Кровью мгновенно И они ее пьют Прямо Вот из горла 8,42 Неплохо Да Приятного Хорошего Пьют И в какой-то момент Он смотрит на меня А я остаюсь с фотоаппаратом Снимаю Он говорит Иди сюда пей Вот И я понимаю Что Отказаться невозможно Не то что невозможно Но мне этих же людей И там завтра снимать Они у меня главный герой В программе И вообще контакт должен быть Контакт должен быть Конечно Тоже Если они перестанут меня уважать То там все в два раза хуже будет Вот В итоге я пошел Значит из горла Тоже пить кровь Она очень горячая Железный вкус На этом сегодняшний выпуск Большого ежедневника завершился А далее А далее Куда вы Юрий Куда вы Кенийского чая отсыпать И потом самочувствие Я хочу понять Чье Парана Нет Ваше Ну нормально Ну как бы Не так все это страшно Ну это Кровь и кровь Вкус Вкус Немножко железом отдает Но первое что приходит в голову Почему она такая горячая Она прям Живая горячая кровь Значит Что происходит дальше Они его съедают Потом этого барана Потом ночуют Ну я надеюсь Они его готовят Да-да-да Не сырым Они его разводят в костер А то я представил Марка Подробинников Живущего сырое мясо Ешь Хочешь нас завтра снимать Давай В нашу компанию Вот А на следующий день Они возвращаются домой Герои Вот этому президенту Название мужчины Бреют голову Так символично Это такой процесс Потом мажут ему голову Красной краской И отпускают На условные там Два-три месяца В саванну Одного Его товарищи провожают Оставляют Чтобы он там выживал Одного да Да Раньше в традицию Входило убийство льва Он должен был принести С собой Либо Гриву Либо что еще круче На самом деле Льва не убить А отрезать ему хвост Просто И вернуться Высший пилотаж Я видел льва без хвоста Однажды Я его снимал Но эта традиция Сейчас как-то Там нельзя убивать По счастью И охоту запретили В Кении А это уже государство Вмешивается Да 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 Вмешивается И слава богу Потому что все прекратилось Что-то чудовищное Вы были с вот этим Молодым человеком В течение его пребывания В саванне Не-не-не У меня к сожалению Не столько много времени Было на производство фильма Мы его проводили И это стало Такой финальной точкой Уходит оглядываясь Знаете истории Да Вот как они выживают Реально Если человек один Нормально Ну Ничего там страшного Понятно что они не могут охотиться Соответственно У них Они вынуждены Подбирать себе еду Либо там Брать с собой Какие-то запасы Может быть консервы Там На три месяца Два-три месяца Да Масаи Они такие Они выживальщики Такие большие Собственно Если вы Живете в саванне В каком-нибудь кэмпе У меня товарищ Который управляющий Сетью кэмпов Собственно Я у него там жил Это Двадцать таких домиков Очень клевые Похожи на палатки С брезентовыми стенами И крышей Но там внутри Кафельный пол Кровать Душ Туалет Все хорошо Вот И эти домики На берегу реки стоят Простите Те самые домики Под которые приходит Всякая живность По ночам Бегемота Буквально могут выйти Потереться своим Этим больным боком А утром Вы выходите Попить кофе На веранду И смотрите А перед вами Вот тут стадо жирафов Вот тут львы пробежали Здесь гиена И вот Прям вот оно Вы внутри саванны В гостях конечно Но необычайно Круто Марк Хочу поговорить Ты мне приплазменного телевизора Вот это все Вернемся к нашему мужской теме Масаи Поговорим о женщинах А О женщинах Вот каково Что это за создания Такие чудные Они Ну давайте по полкам Давайте Давайте Вы имеете ввиду Как они выглядят Женщин по полкам Я честно говоря Не встретил Больших красоток Давай будем говорить Что выглядят они Удивительно На фоне всех Других африканцев Во-первых Я не знаю Что это на лицах Что нанесено Чем Там же Потрясающая Боевая раскраска По крайней мере Потому что я вижу На фотографиях Не Там вообще У любого африканского племени Всегда есть традиция Разрисовывать А чем разрисовываются Что это Чем наносится Если красная То это охра Какая-то Если белая То наверное Известь Ну охра Интересно Смывают это каждый раз И наносят заново А сколько Да я думаю Да Там знаете В чем дело Они Сейчас очень маловероятно Что они так Разрисовывают себе лица В том случае Если это не какой-то праздник А в обычной жизни Либо есть там Туристические деревни Где они все время Такие ходят Скажем Это же делает женщину Привлекательной Возвращаясь к теме Юры Ну да Мужчину Грозному Женщину привлекательную Марк Как там груди Попа Да по-разному По-разному Да Но правда Нет Есть В Африке Есть племена С потрясающе красивыми Женщинами Это какие За эфиром не расскажешь Сейчас я забыл Как его называть Легко Загуглить Это не проблема Загуглить Загуглить Женщины Африке Это праздник Жирафы Масаки не такие Как ты даже Не думаешь О господи В рай попал Нет Нет Они Надо сказать Ну поскольку Многожелство У них очень странная история Допустим Вы Масаи Берете себе Новую жену Первым делом Она строит дом Себе Сама Сама Дома у Масаи Строят женщины Дом как строится Из навоза и пыли Вот так скажем Ну из подручных средств Да Из навоза и пыли Такие маленькие Полутораметровые домики В которых Очень узенький проход Такой Лабиринтообразный Несколько маленьких комнаток Где там Лежит такая коровья шкура На которой они спят Костер Очаг Прямо посреди То есть Превращает в банку По черному Весь этот дом Находиться там Мне кажется Что ты сначала Не можешь привыкнуть К запаху навоза На самом деле Очень быстро понимаешь Что можешь Потому что Самое страшное Это и в России Я знаю По своей собственной даче Когда раскидывал навоз По грядкам К этому привыкаешь Надо было построить дом Добро пропадать Вот И они в этих домиках Живут Каждая в своем А муж Масаи Ходит Сегодня у одной Завтра у другой Абсолютно так Как они завлекают Мужчин Ну вот Допустим Этап Добрачный Еще Да Кто инициирует Мужчину Вот у нас мужчина Да Как-то начинает Прогляет себя Кохлится И у нас уже по-разному А там По большому счету Там тоже мужчины Есть традиции Значит Масаи танцуют У них есть брачные танцы Заключается Эта история Вот в чем Они становятся По несколько человек В круг И начинают прыгать Вот кто выше прыгнет Тот имеет право Брать себе новых Каких захочет Право выбирать Вот Поэтому такие Чем выше Да Чем выше Да Не дальше А именно выше Именно выше Они прыгнут высотой Марк Вот ты сказал то что Домики полутораметровые Да Высотой Они низкорослые Нет Они очень стройные И высокие Я спрашивал у них У всех Почему Чуть больше навоза И вы будете комфортнее жить Они говорят Ну так нормально Нормально Вот Конечно Это такая печаль Ну кстати Насчет женщин Правда уже другая сторона Женского быта В Кении Нам советуют Посмотреть фильм Цветок пустыни Это биографические фильмы От модели Варис Дерья Но там речь идет Как раз о женском обрезании Это какая-то Другая сторона Это чудовищная история Это ужасно Мне пацанов-то жалко А про женщины еще хуже Но есть фонд борьбы Соответственно Это как раз фильм про это И второе про Масаев Хочется сказать Забыли мы Отметить Олимпийского чемпиона 2012 года Рекордсмен мира В беге на 800 метров Дэвид Рудиша Рудиша Они вообще очень быстрые Масаи Очень быстрые Сильные Выносливые Ловкие Красивые Африканские Кенийская школа бега Одна из самых сильных Кстати Последний Московский Международный марафон По-моему Кенийцы выиграл Могу ошибиться В стране Точно был представитель Африканского континента Но по-моему Кения Они Очень популярны У них Этот вид спорта Ну еще бы От бегемота Убегать Они все бегают Вынуждены бегать Быстрее чем 50 км В марафоне Только Кения И Россия Там как-то Бачком Бачком Так все-таки Стоит поехать Безусловно Безусловно Я же говорю По деньгам Вы сказали 30 тысяч Билеты туда Билеты Да Но если брать Заранее Ну понятно То не очень дорого Это все И там Тоже можно Придумать Как это Дешевле Чем Чем в больших Туристических Компаниях Это сделано Собственно Я этим занимаюсь Примерно Ну а в первую очередь Путешествие в Кению Это сафари Да Ну если вы хотите Пофотографировать То конечно да Если вы хотите Просто окунуться В их быт Жизни И прочее удовольствие То тоже Вполне Все возможно С ними Можно договориться Можно найти Людей Которые Договорятся С массами Чтобы вас там Встретили И вы погостили Мы тут предположили Что на такой визит Надо достаточно Продолжительное время На ваш взгляд Сколько Неделя Две Три недели Я первый раз Был там Две с лишним недели Но поскольку У меня же Все немножко растянут Съемочным процессом Да У меня тратится Больше времени Я вполне За неделю Можно там Все посмотреть Хорошо 30 тысяч Недель Ну вполне можно Почему нет Экономический вопрос В моем случае Это будет дороговато Ну конечно С коэффициентом Если Большая семья Пять звезд Плюс Отели достойные Или как Вообще Марк Ваш совет Ну как бы Я бы советовал Конечно жить В кемпах Потому что Вы живете Прямо в природе Собственно Ради чего Туда и стоит ехать Да Они достойные Они очень комфортные Они Это не лачу Ну вот вы привели Даже пример своего друга Да Вроде как все обтянуто Там как палатка А на самом деле Да Дом Хороший Хороший Цивилизация На таком деревянном постаменте Стоит копье Обязательно рядышком Потому что ночью Если ты выходишь Вообще ночью там не рекомендуется ходить И как правило Если ты выходишь ночью То из темноты Так позвякивая Таким ожерельем Из монеток Возникает Масай С копьем Который тебя провожает Если тебе куда-то надо А вот так На что живут Масай Откуда у них деньги Как раз экономический вопрос Отслышали Интересуется Да Наше слово что ли У них Не так уж много денег Вот в чем проблема Они 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 вообще не заморачиваются Они вообще не заморачиваются Да У них Либо если они Живут в соответствии Своими традициями Они пасут скот Потому что Как гласит известная Масайская поговорка Когда Масай Когда нет войны Масай пасет коров Они Занимаются Коровами Баранами Козлами И прочей живностью Либо Если они выбрали Цивилизованный Путь В своей жизни То они Становятся либо гидами Либо Егерями В национальных парках Либо отцами Президента США Либо отцами Президента США Либо охранниками Телохранителями Поскольку они Очень воинственные И Ну они такие Ну Не могу не спросить Как к обами Относятся они Все таки Они чувствуют Вот это радство Или в общем-то Воспринимают Спокойно Я не видел Каких-то особых Восторгов Подозреваю Что лучше Чем у нас Но Адекватно Спокойно Хорошо Относится Марк Спасибо вам огромное От Венеры Например Моя Африка Кения Танзания ЮАР 13-14 лет Назад путешествовала Слушая у Марка И воспоминания Нахлынули Спасибо Накрыли нашу Сушницем По поводу вопросов Давайте откроем тайну Что это за фильм И кто у нас победитель Марк задал вопрос В каком фильме Снимался один из известных Масаев Что это за фильм И какую роль он там исполнял Благодаря этому Стал известным Фильм этот Чужой 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 В роли чужого Правильный ответ Пришел от Данила Из Нижнего Новгорода Телефон Данила На 552 Заканчивается Это Баладжи Бадеджи Который снимался В фильме Чужой А нам Очень многие писали Сейчас скажу Какой же фильм Но там Пигмей снимался Да Вот я не помню Пигмей Или Бушмены Или Бушмены Наверное Боги сошли с ума А очень многие писали Этот ответ Ну тут и другие есть варианты Спасибо огромное Марк Первая Но надеюсь Залеко не последняя встреча Будем путешествовать Вместе с вами Зовите Ваши гости Марк Подробинник Телеведущий и фотограф Был сегодня у нас В Большом Ежедневнике На Первом Гуманитарном Радио Ну а сразу После выпуска Новостей У нас будет интереснейшая тема Современные технологии Свет Визуальное искусство Что такое световой дизайн Вот Мария Армас Вчера наблюдала На Большом Театре Я думаю что не только я И не только на Большом Театре Мы будем говорить О фестивале Круг Света Который сейчас проходит В Москве И придет к нам Шведский световой дизайнер Фредерик Йонсон В следующем часе Ну а не забудьте Что в 10 часов Мы ожидаем Людмилу Борисовну Нарусова Российского политического деятеля Вдову Анатолия Собчака Как раз О наследии Первого мэра Санкт-Петербурга Мы будем говорить С 10 до 11 часов Это Серебряный дождь Не убегайте от нас